Следующий приз предоставлен клубом скалолазания «Скала». Спорткомплекс Сухарева, шоссе космонавтов 158А, корпус 3. Иногда так устанешь от скучных будней, что готов лезть на стену и лезешь. Скалолазание – это уникальное сочетание фитнеса, спорта, туризма и активного отдыха. Появилось скалолазание как разновидность альпинизма, а сегодня это самостоятельный вид спорта. Его даже в программу Олимпийских игр включили в этом году. Чтобы попробовать свои силы в покорении вершин, не обязательно ехать в горы. Настоящие природные скалы с успехом заменяет скалодром. Вот этот, например, на сегодняшний день один из самых высоких в России. Его высота составляет почти 20 метров. Вообще трасс много, и они очень разнообразные. Каждый имеет определенную категорию сложности, а различаются они цветом зацепок на скале. Это скоростная зона. Две абсолютно одинаковые дорожки, предназначенные для соревнований на скорость. Именно на таких тренируются спортсмены-профессионалы. Эта зона называется болдеринг. Несмотря на то, что скала невысокая, преодолеть трассу не так-то просто. Спортсмены используют динамичные перехваты, чтобы дотянуться до следующей зацепки. Совершенствовать свое мастерство можно бесконечно. Те, кому хочется реальных ощущений, выбирают рельефные скалодромы, похожие на природные скалы. А для занятий новичков, таких как я, предусмотрены трассы попроще. Здесь могут заниматься дети, начиная с 6 лет. Существует стереотип, что скалолазание – это спорт для экстремалов. На самом деле такие тренировки абсолютно безопасны. Скалолазание заставляет работать все группы мышц, помогает стать сильным, ловким и выносливым. У опытных спортсменов личное снаряжение, а новичкам все необходимое предоставляют клубы. Для первого пробного занятия подойдут любые удобные кроссовки или кеды. Профессиональный подход требует специальной обуви. Опытные спортсмены надевают скальные туфли. Они имеют нескользящую резиновую подошву и очень плотно облегают стопу. Я в страховочной обвязке. Она обязательно. А эта штука называется «Гри-Гри». Если скалолаз срывается, «Гри-Гри» моментально фиксирует веревку. Кто назовет точную стоимость одного посещения скалодрома продолжительностью 2 часа, тот получит сертификат на это посещение. Отправляйте смс – время пошло. Скалолазанием занимаются и в спортивных группах, и в оздоровительных для поддержания формы. Уровень подготовки определяет тренер. Для кого-то это разовое развлечение, но многие, попробовав однажды, подсаживаются и начинают регулярно посещать секцию. Скалолазание тем и интересно, что не нужно зацикливаться на однообразных упражнениях. Научился проходить одну трассу – пробуешь силы, на другой – более сложной. Когда искусственные скалодромы будут изучены от и до, можно переходить к природным скалам. Участники клубных секций выезжают на специально оборудованные зоны. Каждая скала – это совершенно новая, уникальная трасса. Поэтому интерес к скалолазанию невозможно потерять. Итак, время вышло. Стоимость одного посещения – 500 рублей. А мы благодарим за предоставленный приз клуб скалолазания «Скала». Спорткомплекс Сухарева, шоссе космонавтов 158А. Третий корпус. А четвертый приз предоставлен хореографической детской студией «Реверанс». Пушкарская, 55. Каждая девочка хотя бы однажды мечтала стать балериной. Кружиться по сцене в белой пачке и вызывать всеобщее восхищение. Глядя, как балерины крутят фуэте или выполняют сложные прыжки, девочки думают – вот бы и мне так. Балет – это сказочный мир, красивый и волшебный. Как же в него попасть? Только пройдя обучение в хореографической школе или студии. Чем раньше ребенок начинает заниматься хореографией, тем больших успехов он может достичь в дальнейшем. Поэтому отдавать в балет девочку можно уже в 4 года. Подготовительный этап включает в себя гимнастику, ритмику и актерское мастерство. Танцы и музыка неотделимы друг от друга. Поэтому малыши учатся слушать музыку, развивают слух и чувство ритма. Все это в форме игр. Маленькие дети обожают фантазировать, а творческие игры помогают развить воображение и особый взгляд на мир. На этом же этапе идет работа по постановке корпуса, рук и ног. Ритмика постепенно вводит ребенка в мир танца, знакомит его с законами хореографии. Сначала самые простые движения – изучение позиции ног. Не так-то это и просто. Чтобы мечты стали реальностью, недостаточно одного желания. Нужно воспитывать волю, настойчивость и выносливость. Одно и то же упражнение приходится выполнять множество раз. Поэтому дисциплина прежде всего. Каждая балерина должна обладать хорошей растяжкой. Поэтому умение садиться на шпагат или тянуть носок – это непременные навыки. Во время упражнений прорабатываются все группы мышц. Приобретается стройная осанка, красивая походка. Некоторые хореографические студии ведут набор вне зависимости от физических данных ребенка. Если ученицы занимаются регулярно и старательно, со временем исправляются многие проблемы. Сутулость, сколиоз, косолапость. Даже если по каким-то причинам девочка не станет в будущем профессиональным хореографом, занятия танцами зря не пройдут. Так называемая балетная фигура приобретается в детстве. И ребенок привыкает держать спину и красиво двигаться. А как же мечты о выступлениях на сцене, в свете софитов и под аплодисменты публики? Они сбываются. С пяти лет дети начинают принимать участие в концертах и различных фестивалях. Чтобы родители могли следить за успехами своих детей, школы проводят открытые уроки и отчетные концерты. А приз – это посещение одного занятия. Вам лишь нужно назвать точную стоимость посещения занятия в подготовительной группе. Отправляйте смс, время пошло. Одновременно с поступлением в общеобразовательную школу девочки переходят на основное обучение в хореографической студии. Начинаются занятия у станка. Классический танец – это основа любых танцевальных направлений. После того, как этот курс будет успешно пройден, можно добавить уроки современной хореографии, изучать джаз-модерн, пробовать себя в импровизации. В это же время дети знакомятся с хореографическим искусством и балетом, с именами известных танцоров и балетмейстеров, просматривают знаменитые постановки. На этом этапе начинается активное участие в фестивалях и конкурсах, причем не только городских, но и общероссийских. Итак, время вышло. Стоимость одного занятия в подготовительной группе – 300 рублей. А мы благодарим за предоставленный приз хореографическую детскую студию «Реверанс». Пушкарская, 55. А наша программа подошла к концу. Имена победителей мы узнаем в следующей программе и в Инстаграм. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова